Абу Ма'рур имен Суэйд передает, что однажды он встретил Абу Зарра. Увидев на нем и на его слуге одинаковую одежду, он спросил его о причине этого, и он сказал, «Как-то раз я стал ругать одного человека, Билляля ибн Раббаха, он из Эфиопии, темнокожий, которого я попрекал его матерью». Он ему сказал, «Я ибн Сауда, он сын темнокожий». Услышав это, пророку саллаллаху алейхи вассалам сказал мне, «Я Аба Зарр, а айъъртаву бе уммих, иннка мръъъън фи ка ја хилия. Ихванукум, хавалукум, јаалхуму Аллаху тахта айдейкум, фаман каан Ахуу тахта ядих, фалиутимху мимма яакул, валиюлбисху мимма ялбис, вала тукаллифуум ма яглибуум, фаин калфтумуум фааааинувум». Тогда он сказал мне, пророку саллаллаху алейхи вассалам в тот момент, «О, Абу Зарр, неужели ты попрекал этого человека его матерью? Поистине ты человек, в котором сохранились остатки невежества, джахилия. Ваши рабы являются вашими братьями, которых Аллах делал подвластанными вам. Так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его так же, как одевается сам. Не поручайте им ничего непосильного для них, а если поручите, то помогайте им». Раваху аль-Бухари. Когда пророку саллаллаху алейхи вассалам переселился в Медину, он был его помощником, маленький мальчик. И пророку саллаллаху алейхи вассалам, когда его послал на какое-то дело, увидел его, что по дороге на базаре, на рынке он играл с мальчиками. И тогда пророку саллаллаху алейхи вассалам, хотя он был его, служил ему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалам, посланник Аллаха сзади подошел, и взял его, улыбнулся и сказал, «Я унейс», уменьшительно, ласкательно, если на русский перестать, «О, анащик». Говорит, ты пошел туда, куда я тебя велел, я как раз иду, посланник Аллаха. Тогда пророк, саламу ассалам, не сказал ему ни разу, замечания не сделал, ничего не сказал. То есть в добром виде он ему сказал, посланник Аллаха, такой был нрав в отношениях пророка Мухаммада, саламу алейкум ассалам.